Дорогие коллеги, горячий привет из Венского лестяна. К сожалению, сегодня мне невозможно быть в Ёшко-Оле, поэтому я позвала вам это видео, в котором я говорю о моем проекте marilanguage.com. А что мы делаем? Но это написано на сайте и по-английски, и по-марийски, и по-русски. И вкратце, мы хотим бороться с изолацией марийского языка. Сейчас иностранцам очень трудно заниматься марийским языком. Дело не в трудности марийского языка. Марийский язык не труднее других языков. Проблема в недостатке материалов. Материалы, которые есть, очень трудно найти. Их слишком мало. Они слишком старые. По-английски вообще ничего нет. Нам хотелось, чтобы и в Западной Европе, и в Японии, и в Южной Африке, во всем мире была возможность заниматься этим красивым языком. Но пока это только мечта. Так родилась идея создать сайт, на котором было бы все, что надо, для самоубучения марийскому языку. Так что человек, знающий английский язык, мог бы его изучать. Это сайт marilanguage.com. Мы пишем самуучитель марийского языка на английском языке. Первая часть, 300 страниц уже в интернете. Вторая тоже будет. На сайте размещена информация о том, как работать на компьютере с марийским языком. В будущем так же будет марийско-английский словар. Это сейчас наша самая большая работа. Пятьдесят тысяч слов. У нас только три года. Но сейчас уже пишу букву «Я». Так что пока все идет хорошо. До конца 2013 года словар должен быть в интернете. В контексте темы конференции, наш самый интересный проект – это все-таки морфологический анализатор марийского языка. Это уже существует. У Эрика и Андрея есть его демо-версия. Можете попробовать и сами убедиться, как он работает. В программу уже введенной лексемой просто нет переводов. Что он делает? Например, если вводим «Пертенблактонат» так же к моим домам, то в результате получаем то, что видите сейчас – лексему из список суфиксов. Но что мы можем делать с этим? Очень много. Наша первая программа, для которой мы написали анализатор в первую очередь – это «Помощник для течения». Это программа для учеников, изучая их марийский язык как иностранный язык. Программа работает следующим образом. Окно «Помощник для течения» состоит из двух частей. Первая содержит текст, а другая – морфологический анализ слов текста. При нажатии на слово в тексте, его морфологический анализ появляется в правой части окна. Очень важно иметь в виду, что это недоатеминистский анализатор. Работает только с морфологией, синтактического анализа еще нет. Поэтому в результате содержатся все возможные морфологические интерпретации. Ученик должен сам определить правильный в данном контексте вариант. Но данная компьютерная программа дает ученику быстрый доступ к словарю. Кроме того, нажав на суффикс из списка, он автоматически попадает в раздел учебника, в котором рассказывается об этом суффиксе. А этот программ может также использоваться для создания глоссария незнакомых слов, а только тех слов, которые ученику незнакомые. Демо-верзия сейчас содержит только лексемы. Например, программа знает, что есть слово «силное». Она знает, что это прилагательное, но не знает, что это означает «красивый». Без законченного словаря данная компьютерная программа не может быть опубликована. Значит, примерно до 2013 года. Но если бы мы иметь русские слова в прохожающем цифровом формате, то можно было бы опубликовать данную программу для учащихся, изучающих марийский язык в школах и вузах Республики Мариэль и других регионов проживания марийцев. Насколько нам известно, такие словарные базы имеются, поэтому считаю, что надо обсудить возможность скорейшей реализации такого проекта. Это был бы первый электронный инструмент для изучения марийского языка как марийско-язычными, так и русско-язычными учащимися. Простите, русский язык – нелегкий язык. Но другие возможности, которые дает анализатор, несомненно интересны. Прежде всего, это возможности его использования в качестве проверочника орфографии спеллера. Вот пример. Анализатор понимает только правильные формы. Значит, если программа понимает слово, то от вествии своей лексикой и своей схемой марийской морфологии, программа говорит правильно, а если нет, говорит ошибка. И здесь у Эрика и Андрея Демо этой программы. Ее можно попробовать и протестировать. К сожалению, и это только демо-верзия. Интерфейс еще плохо и слишком медленно работает, и пока нет очень важной интеграции с текстовыми программами MS Word и OpenOffice.org. У нашей программы имеется еще одна возможность. Анализатор помогает нам создавать современный словар. Если спеллер читает текст и не понимает слово, то говорит ошибка. И в данном случае мы пользуем программой нисколько иным образом. Если она не понимает слово, то говорит, я не знаю это слово, может его надо внести в словар. Таким образом мы анализируем современный корпус и находим много новых слов, которые используются в современном марийском языке, но которые отсутствуют в старых словарях. Особенно если мы находим слово в разных материалах, например, и в детской книге, и в тексте о технологии, тогда понимаем, что это слово важно. Эти слова отмечены в программе Зелёным светом. Так мы находим не только взаимествованные русские или английские слова, но и собственные марийские. Вот, например, какие слова, отсутствующие в старых словарях, мы нашли при помощи данной программы. Ёрши, Казвельна, Тугегунат, Садикте, Тошкешташ, Тудеч, НО.